Включилась у меня камера, ну уж память, памяти уж нет, а я все говорю. Ну, конечно, затронула меня вот это вот такая, кто разные комментарии, разные видео, кто-то вот она теперь плачет, кто-то смеется над ней, кто-то, значит, программы какие-то ее приглашает. Ну, дорогая моя, что же вы хотели, да, если вы так вот на всю страну, это не только на нашу страну, объявляете, а либо смене мужа. Конечно, это такая тема, сразу всех это заинтересовало, да как это она вот тут рассказывает. Ну, эта женщина, она же приехала из другого города, ну, говорят там, ну уж лучше там подруги кому-то, ну, наверное, дочери она рассказала. Ну, подруг как таковых у нее, наверное, еще нет, они откуда-то из севера приехали, в южный город живут, и, наверное, может быть, ну, не знаю, что у нее. Ну, по крайней мере, она же показывает всю свою жизнь личную, и поэтому, как бы, как это уже вот эти вот неурядицы семейные обойти уже у нее, наверное, не получилось. Ну, много подписчиков, много вопросов, ну, конечно, она могла бы это скрыть, ну, не знаю, так вот, так вот у нее получилось, а может быть, она специально это все сделала, чтобы. Ну, наверное, хотела услышать совет от всех, от множества женщин, мужчин, что в ее случае можно предпринять. Вот развестись ей с мужем из-за этого или не развестись. Вопрос, а так, что же сложный? Хотите вы с этим мужчиной жить, значит, надо как-то смириться. Не хотите смиряться с этой его изменой, значит, значит, как-то надо, не знаю, по-другому, ну, уже, значит, надо разводиться. Что делать? Каждый выбирает сам. Ну, главное, чтобы потом не пожалеть об этом. Вот, трудно что-то советовать в такой ситуации. И кроме вашего сердца, да, вам никто не подскажет. Самая лучшая подружка, это подушка, поплачьте. Такие, ну, как бы, такие вот решительные поступки. Лучше отдумать сто раз. Конечно, это все неприятно. Но когда уже тебя не уважают, при тебе вот так вот ведут себя, конечно, это плохо. Не знаю, если он себя так ведет на отдыхе, значит, он так может себя вести и в гостях, и, ну, где угодно. И это очень неприятно, и обидно. И постоянно вот ты делаешь для этого человека все, а он так вот тебе отвечает такой неблагодарностью. Ну, на самом деле уже, если ты захотел гульнуть, так, ну, не надо же так вот жену свою обижать. Поручиться за любого мужчину нельзя, за себя тоже нельзя. Говорится, вышел, также пошел на работу. Что там он делает? По крайней мере, вот, мужья меня не обижали, не оскорбляли таким своим поведением. Вот. Даже помню, у меня первый муж, ну, такие вот хорошие реплики нам же запоминаются, да. Пришел к нам сосед, и они смотрели телевизор. Ну, я в это время что-то там делала по дому. И сосед говорит, ой, смотри, смотри, какие девочки-то по телевизору, там, не знаю, что-то или варьете, ну, в советские времена, что-то там ноги задирают. То ли чего показывали, ну, вот, а что мне на них смотреть-то, у меня жена вон какая, у нее фигура не хуже. Мне это так запало в душу, знаете, вот, как бальзам. Только я уж с ним развелась, да, до сих пор это помню. Так что, мужчины, почаще делайте своим женщинам комплименты. Почаще говорите им хорошие слова. Тогда она для вас гору свернет. Ну, и опять же, если вы живете с человеком, никогда его вот не оскорбляйте таким своим поведением. Если уж вы гуляете, черт возьми, если у вас это заложено там, это запрограммировано, так чтобы жена не знала, даже не догадывалась. Это умный мужчина, когда жена даже не догадывается, не подозревает. И любая женщина, пусть она будет любовница, жена, кто угодно, никогда при женщине не хвалите другую женщину. И каждая женщина, даже если она любовница, она должна себя чувствовать единственной. Единственной и неповторимой. Ну, тогда всем будет счастье, наверное. А лучше, конечно, найти себе пару, любить, уважать и не изменять по возможности. Вот. И каждая женщина надеется, да, что ее муж ей не изменяет. И только ее любит, и только ее видит. Я, как для него, самая-самая-самая единственная. Чего я и всем желаю. Будьте любимыми, счастливыми. Не забывайте про себя. Не растворяйтесь в своем мужчине. У вас должно быть свое какое-то пространство, свое увлечение, свои взгляды на жизнь. И, ну, конечно, если уже мужчина зарывается, ему надо как-то его уже приструнить. Если он не понимает этого, ну, наверное, надо делать выводы. Всем пока. С вами была Марина. Продолжаем варить обед. Но не забывать о себе, любимой. Пока-пока.